Дорогие друзья, в связи со сложившейся ситуацией в мире спешим представить вам топ настольных игр. Настольные игры появились около пяти с половиной тысяч лет назад и с тех пор плотно засели в нашей жизни. Дэвид Парлетт, автор Оксфордской истории настольных игр, считает, что даже самые современные настольные игры имеют свои древнейшие прототипы. С помощью настольных игр можно превратить скучную вечеринку или домашние посиделки в веселое времяпрепровождение. Необычные настольные игры – это не только очередная возможность весело и приятно провести время, но и окунуться в насущные проблемы. Давайте посмотрим на самые необычные настольные игры, которые существуют на сегодняшний день. Пандемия Это необычная настольная игра для компаний, где игроки выступают не в роли соперников, а в качестве союзников. Вместе с остальными игроками тебе предстоит победить страшные вирусы, которые атакуют планету. У каждого игрока будут свои особенные возможности. Организатор сможет построить лабораторию в любом городе. Диспетчер может отдать свой ход другому игроку, а террорист может помешать команде в игре. Цель игры – спасти мир от катастрофы. Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Уно Задача игроков – избавиться от всех карт, полученных при раздаче. Ну, конечно, не все так просто. Каждая игра имеет свое значение, а правила предусматривают различные хитрости. Игра учит мгновенно реагировать на различные ситуации и просчитывать свои ходы наперед. Как и у любой топовой настольной игры, у карточной луны есть свои различные версии, в том числе для детей. Маркировка Junior. Алиас Игру еще называют «Скажи иначе». По правилам нужно объяснить то, что написано на карточке с помощью других слов, не употребляя однокоренные. На объяснение выделяется определенное время. Чем больше правильных ответов дадут игроки, тем больше получат очков. У классического Алиаса, придуманного в 90-е годы 20 века в Финляндии, есть много разновидностей. Для детей и родителей подойдет версия Алиас для всей семьи, а для школьников Алиас для детей, где на карточках не только слова, но и картинки. Дженго. Классической Дженге уже около 50 лет. Перед началом игры участники возводят башню из грузков. Затем в каждый ход вытаскивают по одной детали и ставят ее сверху конструкции. Побеждает тот, кто последним вытянет одну из деталей, не уронив при этом сооружение. Игра развивает мелкую моторику, учит пространственное мышление. Существует много версий Дженги. В России можно встретить аналог Дженги – игру «Башня». Монополия – классическая экономическая настолка, известная нам всем давным-давно. Ее цель – рационально используя стартовый капитал, добиться банкротства других игроков. Игра учит планирование, позволяет разобраться в базовых финансах, попрактиковаться в переговорах и торговле. Выпущено множество версий разновидностей. Самая известная отечественная вариация – советский менеджер. Издается до сих пор. Детских версий, в том числе и для школьников, тоже много. Монополия Джуниор, Маша и Медведь, Монополия Тачки 2, Монополия для детей Вечеринка и другое. Диксит. Игра в ассоциации. Она развивает фантазию и учит взаимопонимание. Игрокам придется придумывать ассоциации к невероятным изображениям на картинках. Победителем становится тот, кто сумеет лучше всех понять других. Есть несколько разновидностей и дополнений. Активити. Очень известная игра в России. Участники игры рисуют, говорят и показывают жестами слова, стараясь объяснить их за минуту и заработать очки. Как и другие популярные настолки, имеют несколько разновидностей в серии. Игра учит детей и взрослых коммуникации и находчивости, воображению, ассоциативному мышлению, рисованию. Развивает мимику и артистичность. Твистер. Твистер – одна из самых популярных игр для компании, неизменно сопровождающаяся весельем и смехом. Не мудрено, ведь на специальном поле с кругами разного цвета надо суметь расположить руки и ноги, согласно выпавшему на рулетке или кубике варианту. Твистер представляет собой подвижную напольную игру в классическом варианте, которой могут играть 3-4 человека. Друзья, не грустите на карантине, веселитесь!